Братья и сестры, приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. У меня желание прочитать стихотворение, вы знаете, оно на тему беседы Иисуса Христа с Никодимом. Я хотел бы маленечко пояснить, чтобы вот это стихотворение, Господь мне его подарил, я записал его, но я хочу сказать, что я не стихотворец, у меня, конечно, так не получается складно, но мысль беседы Иисуса Христа с Никодимом. Вы помните, это Евангелие на 3 глава, когда Христос проповедовал, все он говорил, и тут Никодим решил прийти к нему. Он учитель Израилев, он уже не молодой человек был, похоже, уже старец был. И он видел, что невозможно исполнить закон, и его тяготела та мысль, а как же все-таки спастись? И вот этот праздник надвигается, Крисмос, рождение Иисуса Христа, он спасение нам принес. И вы помните, он в ночное время пришел, видимо, боялся, что увидят его, отлучат от синагоги. И вот он приходит к нему и начинает речь и говорит, восхваляет его. Иисус не обращает на это внимания, он ему говорит, тебе надо бы родиться свыше. И он не понимает, а как все-таки родиться свыше. Иисус начинает ему пояснять, что рождение от плоти есть плоть, а рождение от духа есть дух, что человек рождается от воды и духа, то есть от Слова Божия. И он поясняет ему, как вот, помнишь, как вот змея была вознесена на шесте медное, когда погибали все от укусов змей. И взглянув с верою, люди оставались живыми. И так и он говорит о себе, что так и я буду вознесен на Голгофский крест. И то есть вот через это все Иисус показывал именно к путь к рождению свыше. То есть нужно поверить в жертву Иисуса Христа, принять эту жертву, понять, что я грешник и что спасение только в Иисусе Христе. Я прочитаю это стихотворение. К Иисусу Христу темной ночью и поздно пробирался безлюдной дорогой один человек, и желал он увидеть Христа очень срочно. Царство Божие ожидал. Никодим этот был человек. Пробираясь стропою в безлунную ночь, опасаясь, накинувший плащ на себя, размышлял. Ничего, хоть и я так рискую, но спасение план буду знать для себя. Я учитель Израиля, и так сильно все вижу, что исполнить закон невозможно никак. Как на небо попасть, как спастись, я не вижу. Я желаю Иисуса спросить, с Ним Господь. Размышляя, вот так не заметил, что быстро пришел. И, увидев Христа, с восклицанием сказал, «Знаем, учитель, ты от Бога пришел». Восхваляя Христа, очень много сказал. «Я такого, как ты в своей жизни еще не встречал. Рави, чудеса ведь великие здесь ты творишь. Для меня это ново. Я решился, сегодня пришел. Сознаю, что с тобою Господь о великих делах говоришь». И Иисус, помышление, зная его, видел сердце, какое оно, понимая и зная, зачем он пришел, говорит, «От тебе ведь рождение свыше нужно, чтоб не в ад ты попал, а на небо пришел». «Как родиться опять?» – непонятен ответ. Никодиму никак не понятно родиться опять, а Христос о духовном рождении ему говорит. Но ему непонятно никак, как родиться опять. «Ибо так возлюбил мой отец всех людей, что послал на страдания меня за тебя и за всех, посмотри на несчастных людей, ведь они же везде окружают тебя. Как в пустыне был змей на шесте вознесен, и кто с верою взглянет, спасенье имел, так и я скоро буду на крест вознесен за тебя, Никодим, чтоб спасенье имел». Возвращаясь домой то же самое безлюдной тропой, опасаясь не встретить знакомых людей, размышлял Никодим по дороге домой, значит, верою будет спасен мир людской. И сегодня мы, слыша спасение, весь через Христа, Богом данную веру мы в жизнь притворим. Нам откликнуться нужно на зов Иисуса Христа. С покаянием к Господу нужно прийти, ведь делами закона спастись невозможно, но закон нас ведет к Иисусу Христу. В раскаянии сердце спасенье возможно. Ты прийди прямо сейчас вот к Нему. К Иисусу Христу темной ночью и поздно пробирался безлюдный дорогой один человек и, желая спасенье, получить очень срочно. И, взглянув на Христа, был спасен Никодим. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok